Сиэс Банкерс Сиэс Банкерс Меня зовут Елена Крик, я являюсь управляющим партнером организации Сиэс Банкерс. Что же такое Сиэс Банкерс? Мы начали работать всего лишь год назад, то есть в июне 2011 года. На данный момент за этот год каковы результаты? Сейчас у нас 10 тысяч членов нашего сообщества в 12 странах СНГ. Из них 3,5 тысячи членов сообщества приходится на Украину. Как мы этого достигли? Мы в прошлом году проводили мероприятия для банкиров на ежемесячной основе. И каждый месяц мы видим тенденцию, что к нам на мероприятия приходит все больше людей, им нравятся наши мероприятия и они продолжают ходить на регулярной основе. Наверное, вашим плюсом является то, что мероприятия бесплатны для банкиров. То есть это наша позиция, все наши конференции, семинары, нетворкинг-эвенты, банкиры на них могут приходить бесплатно. Но все они могут приходить, а у нас доступ на мероприятия только по приглашениям. И, конечно же, вот как мне многие говорили гости наших мероприятий, отлично то, что мы комбинируем формальную часть и неформальную часть. Сейчас я хотела бы обратить внимание на наш веб-сайт. Если мы говорим о нашем сайте, то очень важна такая вот страничка, где есть регистрация. Многие из вас не заполняют все поля. Это на самом деле очень плохо. Я хотела бы попросить всех заполнять обязательно все поля. Почему? Потому что, например, мы организовываем вот retail banking forum или же семинар по листу менеджменту. Мы должны знать должность человека, чтобы пригласить его на целевой, наиболее интересный для него семинар или форум. Если мы не знаем, из какой страны человек, какова его должность, мы не сможем просто пригласить его на мероприятие. Поэтому, когда вы регистрируетесь на сайте, пожалуйста, заполняйте все поля четко, ясно. А я думаю, что многие видели наш обновленный сайт. То есть сейчас мы интегрировали наш сайт с Facebook и Twitter. Вам не обязательно заходить на наш сайт, регистрироваться на сайте, запоминать пароли. Вы можете зайти на сайт и зарегистрироваться по средствам Facebook, Twitter, LinkedIn. Вот. А если сейчас на сайте вы хотите сделать, например, постинг, вы можете зайти на нашу страницу ССБанки, на Facebook, написать туда новость или постинг, и она тут же отобразится на нашем веб-сайте. То есть вы делаете постинг на Facebook, он появляется на нашем веб-сайте. Попробуйте это сделать, наверное, даже интереснее. Попробуйте это сделать, зайдите на Facebook, на ССБанки в страницу, и, пожалуйста, сделайте там вот какой-то постинг. И я все это увижу на нашем веб-сайте, на нашей домашней странице. Мне будет очень приятно это увидеть на самом деле. Далее. Если мы говорим о нашем обновленном сайте, что сейчас можно, что вы можете найти, если вы зайдете на сайт? Вы сможете просмотреть фотографии со всех наших мероприятий, видео со всех мероприятий. То есть если вы не были на каком-либо мероприятии, вы можете открыть видео, прослушать доклады, увидеть, какова была атмосфера, то есть своего рода виртуально побывать на ивенте. Также вы сможете ознакомиться со всеми нашими публикациями в изданиях и, естественно, увидеть расписание наших мероприятий на последующие месяцы. Мы проводим мероприятия почти на ежемесячной основе, и посредством веб-сайта на мероприятия можно зарегистрироваться. Сейчас мы будем переходить в основном к форме регистрации через веб-сайт, потому что это намного проще и для вас, и для нас. Также мы планируем развивать наше сообщество далее, и наш веб-сайт тоже мы планируем развивать. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, советы, все наши идеи, все, что мы делаем, мы черпаем от банкиров, об этом, пожалуйста, вы мне можете сказать сегодня, вы мне можете написать по e-mail, вы мне можете позвонить. А если мы говорим о настольном футболе, который будет сегодня вечером, то данная идея была предложена, например, итальянскими банкирами. Я сама не думала, что всем так она понравится, но идея прошла на самом деле на ура просто. Значит, если мы говорим о нашем сайте, что же мы планируем на ближайшее время? Мы планируем ввести такую функцию, как обмен сообщениями членов сообщества, а также возможность загружать информацию с сайта. Мы хотим разместить две такие важные секции, как работа и новости. А после того, как мы это сделаем, я уверена, что гостей на нашем сайте прибавится намного, то есть ежедневное количество визитов будет достаточно высоким. И в следующий раз, когда я буду выступать, я даже сделаю, наверное, диаграмму после введения работы новостей, как все-таки поменяется ежедневное количество гостей на веб-сайте. А здесь я хотела бы попросить в контексте новостей. Сейчас, в данный момент, многие пиар-департаменты банков отправляют мне свои новости. Вот, по несколько раз в неделю приходит информация. Что мы хотим сделать на сайте в контексте новостей? Мы хотим, чтобы все банки, всех банков отправляли нам новости, и мы их выкладывали на сайте. То есть новости всех банков будут видны на сайте каждый день. То есть все, без исключения новости, от всех банков мы будем выкладывать. Мы их не будем фильтровать, мы их будем выкладывать на сайт. Поэтому, пожалуйста, очень большая просьба. Напишите мне, пожалуйста, контакты, ваших пиар. Я им опишу данную ситуацию, и они меня просто включат в список рассылки информации, новостной информации. И эту информацию вы сможете заходить, проверять и видеть на веб-сайте. Далее, если мы говорим о наших мероприятиях, план по мероприятиям следующий. Мы планируем провести два банковских форума в году. То есть сейчас наш первый банковский форум, а второй банковский форум планируется в ноябре. Также мы планируем провести тематические семинары четыре раза в год. Поэтому, если есть идеи, пожалуйста, напишите, какие темы для семинаров были бы наиболее интересны для вас. И, естественно, мы проводим почти ежемесячно networking reception. Там, где топ-менеджмент может собраться вместе, обсудить проблематику, свои рабочие вопросы. И, естественно, приятно пообщаться и провести время. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание. И в конце я хочу добавить, что на наших мероприятиях часто выступают компании. Вы все работаете с компаниями. Вы знаете многие компании. Поэтому, если вам интересно, чтобы на мероприятиях выступила та или иная компания, возможно, вам интересно послушать какой-то доклад, пожалуйста, напишите мне это. Или же можете меня представить в компании, и мы пригласим ее на мероприятие, чтобы они выступили и сделали интересный доклад для вас. Поскольку мы строим все это, мероприятия должны быть интересны, они должны все время меняться, а все должно прогрессировать. И мы все это делаем с вашей помощью. Без вашей помощи у нас ничего не получится. Спасибо большое.